Привет, друзья! Вы на канале Паранокруссия. И сегодняшнее видео будет не совсем обычное для моего канала. Будет рум-тур по моей коллекции. Я покажу вам, как хранятся мои коллекции, что где примерно находится, и расскажу более подробно про разные вещи. Давайте начнём. Это всё приурочено к 100 подписчикам на моём канале, поэтому я очень рад, что вы смотрите. Подписывайтесь, ставите лайки и пишите приятные комментарии. Продолжайте в том же духе, а я дальше буду делиться с вами своими новинками и всяким мнением. Продолжаем с первой полочки. Первая полочка выглядит вот так. На ней вы видите статуэтку из The Legend of Zelda Breath of the Wild, коллекционка вот эта. К сожалению, цветочек отломался, статуэтка упала как-то раз на землю, на пол, переломалась, фигурку этот меч удалось склеить, а вот цветочек нет. Здесь вы видите держатель джейконов, дальше вот тут лежат всякие плакатики, плакатик Skyrim, плакатик GTA, всякие открыточки из коллекционок, саундтреки из игр. Дальше видите самую большую коробку. Это Taiko no Tsutujin. Сюда это такая коллекционка, куда входит сам барабан Taiko и игра. Так я люблю Taiko, я обязательно не мог пройти мимо такой коллекционки и взял ее. Дальше видите, вот такой геймпад от NES Mini. Тут новые джейконы не использованы ни разу, лежат на случай, если все мои джейконы выйдут встрою полностью. Коробочка от Pro геймпада в стиле Super Smash Bros. Здесь стоит TOT, здесь всякие артбуки по игре, их правда мало, но вот тут они хранятся. Вот такая вот полочка, смотрим еще внимательно. Дальше, ну тут всякие брелосики, всякие браслетики, всяких концертов, не очень важно для нашей темы. Идемте дальше. Нижняя полка. На ней вы видите фигурку из Diamond X Machina. Вы ее видели в коллекционке, когда я распаковывал при вас. Коробка от PlayStation Classic Mini, коробка от Genesis Mini, геймпад еще дополнительный, где 6 кнопок, которые будут работать и на этой консоли, также на свече он будет работать, будет работать, он еще и на ПК вроде бы как. Здесь у меня хранятся, это чистить экран, протирать. Здесь игры на PSP. Раньше у меня коллекция на PSP была очень большая, но я продал PSP как-то и купил себе на эти деньги 3DS. Но потом я снова купил себе PSV и купил именно те игры, которые я считаю лучшими для этой консоли. Конечно, не все. У меня еще есть без коробочки Persona. К сожалению, Persona стоит гигантских денег. Ну и удалось найти только за доступную цену только картриджи, к сожалению. Возможно, когда-нибудь появится она у меня снова, но уже в коробочке. Следующая полка. Здесь у меня хранятся портативные консоли, и все с ними связано почти. Здесь у меня 2 PSP, Vita, 3DS XL, не 3DS XL. Дальше китайский геймбой. Дальше там Advance лежит геймбой. Тут 2 DS Lite. Я очень люблю DS Lite. Она из моих любимых портативных консолей. Здесь лежит красная и такая салатовая. Здесь, как видите, стики для DS Lite. Здесь всякие флеш-катриджи, обычные картриджи для геймбоев, игр, зарядки. Тут игры на PSP две штучки. А всякие флешечки. Вот так вот эта полка. Идемте дальше. Ну и еще один. Здесь ничего интересного. Здесь просто всякие провода, зарядки. Сохранятся всякие зарядки от консоли. Идемте дальше. Вот такая полочка, где у нас стоит амибо в коробочках. Здесь Sonic, Link, еще один Link, две фигурки по Animal Crossing, и Mega Man. Они вот так хранятся. Мне очень нравится на них смотреть, коробки не распаковывая, потому что коробка выглядит, как по мне, намного лучше, чем без них. Идемте на верхнюю полку. Здесь манга находится, четыре фигурки амибо. Там еще есть дальше, но мы поговорим про эти. Из Xenoblade, из Dragon Quest, из Link Walk, из Persona Joker. здесь у меня тренер покемонов, пиксельный Марио, Пикачу детектив, меч, который раскрывает эти, для писем нужен, и поросюшка. Идемте дальше. Следующий, продолжается коллекция амибо, книжки по игровой индустрии, две части, истории Нинтендо, и Кровь, Пот и Пиксели. Очень хорошие книги, всем советую прочесть, кто любит игры. Дальше у нас сзади там находится страна игр, журнал про, с выпуском про видео, там рассказывается более подробно про видео. Идемте дальше. Дальше здесь находится коробка от Switch, новой ревизии, и NES, и SNES мини-коробки от них. Идемте дальше. Следующее, что я вам покажу, это вот такая фигня. Вот такой ящик выдвигается, здесь у меня хранятся вот такой барабан для тайку, для игры палочки, эти ремешки для джейконов, все мои 4 мини-консоли, там всякие геймпады для них, кастомные геймпады, тут у меня хранится чехол, здесь там всякая манга, тут стоит сам Switch и Pro-геймпад для него. Тут удобно хранить, закрыть полочку и все. И самое главное, наверное, место, где собрана вся коллекция игры на Switch, это вот это. Тут все игры на Switch, на картриджах, которые у меня есть, также здесь есть коробочка джейконов, как вы видите, я не помню, рассказывали или нет, но вот эти джейконы полностью новые, наверное, я рассказывал вам, просто забыл, наверное, что они полностью новые, не распакованы, на случай, если все переломают все мои геймпады. Вот это немножко дрифтит, стики дрифтят, но он тоже еще рабочий, нормально играть можно, но иногда там вбок поведет, иногда. Обычно я играю на разноцветных, которых вы видели, вот там на Switch прикреплены, и на Pro-геймпаде, а эти так на черный день, когда те сломаются, и буду уже играть на этих, потому что они такие не очень. Они больше мне нужны для друг, придется каким-то другом поиграть, с друзьями, раздать как-то поджейконы и играть. Здесь особое издание Ведьмака со всеми плакатиками, здесь Xenoblade Chronicles, силдовый, силдовый диск для Ви, мне очень нравится эта серия игр, и вот иметь в коллекции вот такую силдовую, я выиграл в конкурсе, что очень приятно мне было. Тут находится система игры, про все эти игры можно посмотреть в моем видео на канале, все там более подробно есть. Тут хранятся в таких кейсах все мои игры на Switch. Здесь у меня хранятся два таких стилбука про покемона, силдовый, и вот там, но он не был в пленке, так бы тоже был бы силдовый, в коллекционке Diamond X Machina. Дальше вы видите все силдовые, все 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 пять игр на Nintendo 3DS, тоже силдовые, Yuka'ев я очень люблю, как-нибудь засяду за третьих Yuka'ев, но пока руки не до них не дошли. Тоже так. И брелочек по Ведьмаку из коллекционки, который был на PlayStation, не коллекционке, а за предзаказ давали при предзаказе Ведьмака в M-Video на PlayStation 4, Xbox One, и это до сих пор не осталось сохраниться. Вот только меня доинтересует, вот он такой, он очень острый, вы в кармане не положите, на ключи вы точно повесите, только если к рюкзаку. Вот я вам показал такой краткий ром-тур по всем полочкам, где хранятся у меня всякие игры, игровая атрибутика и так далее. Я вас еще раз благодарю всех, кто подписался на канал, очень приятно, когда вы ставите лайки, пишите комментарии, пишите обязательно, какие может рубрики продолжить, какие-нибудь может дополнительные рубрики, может вам что-то более подробно нужно рассказать по этой коллекции. Всем удачи и пока!